Радио 54 Радио 54 Никогда не встречал Ну и в музыкальном театре, я не помню, были вестерны? Не было вестернов Я вот тоже не припомню, меня интересует Это как дипломная работа, да, спектакль Актуальность, вот Люди творческие, они как-то ориентируются на Окружающую действительность, и вот что Этим руководствовались, насколько О Генре сегодня нужно Слушайте, мне кажется, во-первых, если говорить о вестерне Вот вестерн, это абсолютно Жанр для нашей страны всегда Актуальный и всегда любимый Как он уточнение, для нашей страны? Для нашей страны, ну конечно, потому что Я на самом деле давно Думал, почему у нас Так мало снимается, или вообще Не снимается, и ставится каких-то Истернов, потому что на самом деле Вся история нашей страны Это сплошной, ну вестерн Только назовем это истерн, да Слово восток И вот как-то вы, значит, перекладывали на нашу страну, или нет? Я бы не то, что перекладывал, но мне кажется, что, конечно, эта тема очень близкая Что я имею в виду? У нас Как вам удалось обрусить эту тему? У русских людей, у россиян, мне кажется, дух авантюризма, конечно, он сидит в крови И в хорошем и в плохом смысле Поэтому название «Отпетые мошенники» Оно, с одной стороны, отражает этот дух А с другой стороны, просит обратить внимание нас с вами На какие-то наши проблемы И позаниматься самокритикой И объективно посмотреть и подумать В чем, как бы, все-таки Наша сила, я бы так сказал И всегда ли мы направляем нашу силу и энергию В положительное, в позитивное русло Или часто думаем о том, скажем так Только о собственной выгоде, о собственной наживе Вот мне кажется, что, скажем так, Остап Бендер Он слишком сильно сидит в русских людях И его надо искоренять Одна из главных задач этого спектакля Это, конечно, попытка такого осознания Вот этих слабых, порочных сторон нашего общества И какой-то самоанализ и самокритика Я так понимаю, это что-то типа современная золотая лихорадка Ну, конечно, но мы же, понимаете Но все знаем, что в нашей стране мы очень часто думаем О какой-то личной выгоде Личной материальной выгоде О желании любым способом Часто за счет каких-то общих народных ресурсов Народных достояний Построить себе какой-нибудь дворец И так далее, и так далее, и так далее И пока мы не осознаем, что мы все, братья, сестры Мы все должны просто, как в мультике прокатали Апольда Забыть какие-то действительно порочные ценности И жить дружно, и вместе Вообще, работая над этим спектаклем Мне пришла такая мысль Вот мне хочется, чтобы был у нас такой новый праздник в стране Где все люди бы в едином порыве выходили И начинали бы рисовать на улице Рисовать на асфальте, на заборах, на стенах домов Потому что я вот человек, который вырос в провинции А почему рисовать именно? Почему рисовать? Ну, можно не рисовать, можно петь при этом Просто рисунок, он как наскальная живопись Он оставляет какой-то визуальный след Вот мы все знаем, люди, родившиеся и выросшие в провинции Что такое серые панельные дома Вот мне кажется, что их должно становиться в нашей стране Это такой, понимаете, давлеющий, мне кажется, образ И надо это искоренять Эту серость, панельность искоренять из наших душ И вот этот спектакль в том числе об этом Что люди погружаются вот в какую-то вот эту вот серость У нас нет, конечно, на сцене панельных домов У нас дикий запад И атмосфера дикого запада, она присутствует И поэтому, с одной стороны, этот спектакль будет полон стрельбы, погонь, юмора Но, с другой стороны, я все-таки стою на том, что театр не должен только развлекать Ну, вот не должен, понимаете Вот вы работаете на радио Ну, представьте, что если бы на радио бесконечно только звучала какая-нибудь развлекательная музыка И ничего больше Такая развлекательная, ну, допустим, исключительно танцевальная, клубная музыка Ну, радио же тоже не для этого Вообще, в принципе, любой вид искусства и деятельности вообще человека Он призван Развиваться Да, конечно, развиваться И развивать И где-то выводить из зоны комфорта Где-то заставлять, короче, тормошить человека и заставлять его двигаться И при этом еще, вот он, вот он творческий человек При этом еще ему хочется выйти на улицу и все вокруг раскрасить Конечно, давайте раскрашивать, раскрашивать Ну, хэппи-энд-то будет Хэппи-энд, ну, я скажу так, что да Наверное, это спектакль, который заканчивается Счастливым финалом Вот, даже по сравнению с той же Вы так вкратчиво говорите, есть какой-то подвох Хорошо не это, да Но при этом, да, дело в том, что спектакль, он же не способен изменить действительность, да Поэтому мне больше хочется, чтобы не спектакль заканчивался и счастливым финалом А чтобы у нас вокруг все было хорошо и позитивно Чтобы каждый вокруг что-то изменил, да Чтобы для себя что-то вынес Я впервые в своей жизни делаю спектакль, где действительно нет такой, как бы, сквозной Сюжетной линии и вообще главный герой какого-то одного сюжета То есть это, конечно, не новая абсолютно форма Часто довольно, ну, может быть, не так часто, но регулярно встречающийся и в кинематографе То есть этот спектакль состоит из отдельных новелл Просто тогда мы начали с замечательным драматургом, который написал новую пьесу Константином Рубинским Человеком, который является, ну, как минимум одним из лучших, она его ждет, лучшим драматургом, который работает сегодня в жанре мюзикла в стране Его пьеса написана для мюзикла «Средство Макрополоса», который идет в Новосибирском музыкальном театре Замечательный спектакль И вот нам показалось, когда мы читали рассказы о Генри, что, ну, настолько много ярких персонажей и характеров Что хочется, чтобы их было на сцене как можно больше И настолько много интересных историй Поэтому здесь сложность была как раз оставить самое для нас важное и интересное И поэтому много действительно персонажей Но все равно есть некая сквозная общая линия И мне кажется, что здесь зрителю как раз будет интересно понаблюдать А что же будет дальше? Какая еще будет история? Какие еще появятся персонажи этого Дикого Запада? Мне вот кажется, это очень сложная задача Одно дело, когда у тебя есть постоянный персонаж, да, на протяжении всего спектакля, он раскрывается На него хочется положиться Да, а здесь, если это новеллы, много разных персонажей Вот как их сделать живыми, да, они же не картонными должны быть Абсолютно, и здесь, конечно... Это, наверное, больше силы, больше времени уходит Потому что одно дело проработать с одним героем, а другое дело со всеми Работать столько же времени, как с главным Вы знаете, я на самом деле, когда это придумал, мне показалось, что это упрощает для артистов работу А, даже так? Показалось, что упрощает, потому что, ну, ты выход... Одна новелла идет в среднем, там, 20 минут А вот у артиста есть всего 20 минут И, в общем-то, 20 минут — это не целый спектакль отыграть, да, в двух отдельных Потому что в тех же римских канюкулах, допустим, главный герой Джо Брэдли, да и героиня практически так же Они вообще почти не уходят со сцены весь спектакль И это очень сложный спектакль, просто физически сложный, очень С большим количеством сложных танцев, сложного пения и так далее Здесь, казалось бы, да, то есть ты вышел на 20 минут, и все, и гуляй И только в финале спектакля появились снова все Но на самом деле... Сил столько же, задача такая же, а времени меньше Очень мало времени, и нет времени раскачиваться, нет времени искать какой-то контакт с залом Ты должен сразу выходить, у тебя есть очень мало времени, и сразу... То есть в этом плане это такой, в чем-то даже экстремальный режим существования Потому что результат нужно показать сразу и как бы второго шанса Потому что бывает такое в театре, что ты вышел, волнение, но у тебя есть возможность как-то успокоиться И дальше набирать, набирать, набирать И часто, кстати, бывает, я сам как зритель ловлю себя на мысль, что вот начало спектакля Очень часто тебя не затягивает и персонажи тебя не затягивают Кажется, что все фальшиво играют Кажется, что все что-то не то Иногда бывает это потому, что ты еще не успел настроиться Но в том числе и потому, что артисты еще не успели на 100% встать на эти рельсы, успокоиться И у них есть возможность это сделать И действительно зритель в какой-то момент уже забывает об этом В начале ему кажется, что и в начале все было хорошо и замечательно А здесь иная ситуация Но я думаю, что уровень мастерства артистов, любимых мной, Новосибирского музыкального театра А он позволяет, конечно, сделать это хорошо Ну то есть для зрителя, значит, проще такая схема, да? Ему комфортнее будет смотреть на несколько героев Честно, я не знаю Вот для меня это такой в определенном смысле эксперимент, тоже авантюра Я надеюсь, я узнаю, я вам расскажу Мне кажется, что раз у нас спектакль про авантюристов и мошенников То и подход к этому спектаклу должен быть авантюрным Честно, мы стараемся специально сделать спектакль, который где-то не будет заигрывать со зрителем И я даже не знаю на сто процентов, какая будет реакция, может быть Ну, мы сейчас с Сашей успели на сайте посмотреть фотографии, макетов, декораций И главного героя нет, но на одной из декораций мы видим по центру кровати, она одна Чья? Ну, кровать она... Как непрямо Кровать она участвует... Если главного героя нет Если главного героя... Кто спит на этой кровати? Ну, спит один из героев, то на самом деле кровать, это у нас, понимаете, такой... Я бы сказал, незначительная часть декораций, потому что основная декорация Это такая сцена посреди поля То есть это такое метафоричное во многом пространство То есть, с одной стороны, понятно, что вестерн это постоянные какие-то погони Это пыль, это от опыта копыт и так далее И нам хотелось эту атмосферу передать Но в том числе, если говорить о смыслах, нам хотелось создать пространство Такого мира потерянных людей, которые ищут свою пристань, свой дом Степь до степь круга Степь до степь, никак не могут ее найти Твой дом, твоя область Новосибирск, 106,2 FM